Жители России всегда отличались своей любовью к чтению. И это неудивительно. Наша страна подарила миру огромное количество классиков литературы, чьи произведения изучают во многих государствах. В таких условиях быть одной из самых читающих наций не только почетно, но и необходимо. А больше всего поддерживают интерес к чтению библиотеки. Развитие библиотечного дела в Краснодарском крае стоит на законодательном уровне. Поэтому комитет законодательного собрания края регулярно проводит выездные проверки и совещания в муниципалитетах Кубани, чтобы книгохранилища соответствовали всем требованиям и стандартам. Наша съемочная группа побывала на одной из таких проверок в поселке Новомихайловском. Очень приятно сюда приходишь, с хорошим настроением выходишь отсюда. Здесь, в трех библиотеках централизованной системы Новомихайловского городского поселения, числится почти 5,5 тысяч читателей. Каждый год это количество растет примерно на 20 человек. Это говорит о высоком интересе местных жителей к чтению. В библиотеках новомихайловцев все устраивает. Книжный фонд регулярно пополняется. Большое разнообразие жанров и литературных направлений, много периодики. С моей точки зрения, в хорошем состоянии находятся библиотеки, потому что в Ольгинке у нас сельская библиотека. Она не подверглась ни наводнениям, ни каким-то природным катаклизмам. А две библиотеки, детская библиотека и центральная библиотека, три раза подвергались затоплению. Благодаря тому, что была оказана нам своевременная помощь по линии МЧС, по линии администрации Новомихайловского городского поселения, на сегодняшний день у нас книжный фонд детской библиотеки свыше 15 тысяч экземпляров и центральной около 9 тысяч экземпляров. Также есть стенд буккроссинга. Это своеобразное читательское движение, в котором участники оставляют книги на специальных полках в общественных местах, чтобы их могли почитать другие люди. Взамен можно взять любое иное произведение. Буккроссинг в Новомихайловском пользуется популярностью. Бывает, что читатели только принесли, подарили, другие тут же взяли. Члены комиссии, состоящие из депутатов законодательного собрания края, в целом проверкой новомихайловских книгохранилищ остались довольны. Наша роль в целом, она выглядит, кажется, в общем-то в комплексе, посмотреть, как исполняются вопросы местного значения. Их на сегодня достаточно много у поселения, и понятно, что нагрузка большая. За время исполнения постановления ЗСК мы видим, что подвижки здесь, ну и в этом конкретном месте происходят. Но, конечно, есть еще масса нерешенных вопросов, о которых сегодня говорили. Среди таких вопросов малая площадь в помещениях. Из-за этого в библиотеках нет читальных залов. Об этом говорят и посетители. Отсутствие места, где можно предаться чтению книг, не забирая их из библиотеки, одна из самых больших проблем. Поэтому в долгосрочной перспективе есть вероятность открытия большого читального зала в поселении. Как сегодня удалось нам установить, мы знали об этом в цифрах и в статистике, но сегодня нам подтверждают также руководители библиотек о том, что за три года библиотеку посещает каждый житель поселка. Но с учетом того, что поселок является еще и курортным, то в период санаторно-курортного отдыха библиотеку посещают и отдыхающие. Это замечательно. Необходимо ее развивать. Читатели очень хотят большой читальный зал как для взрослой библиотеки, так и для детской. И, конечно, молодым родителям будет очень удобно, если можно будет оставлять малыша в детской библиотеке и самому предаться тихому увлечению чтению в большом читальном зале. Встреча продолжается в администрации Новомихайловского городского поселения. Здесь депутаты ЗСК и представители администрации Туапсинского района обсудили состояние библиотечной сети и перспективы создания межпоселенческой районной библиотеки. Для этого необходима централизованная система. На данный момент в муниципалитете 33 библиотеки. Три из них – специализированные детские. Их планируют объединить в одну сеть с центром в поселке Новомихайловском. Собственно, для жителей Новомихайловского поселения, как они получали книги в своей любимой библиотеке, так они и будут их получать. Дело в том, что район обретает мощный методический центр. Почему именно Новомихайловка? Дело в том, что до 2007 года именно в Новомихайловке базировалась головная библиотека. И, собственно говоря, централизованная библиотечная система района функционировала на базе Новомихайловки. Поэтому, собственно, мы ничего не изобретаем нового. Мы возвращаемся к хорошо забытому старому. Здесь сохранились кадры, которые знают, как это делать. Сохранился потенциал методический. В общем, здесь звезды сошлись именно в Новомихайловке. Крайний срок подготовки проекта к реализации – 1 января 2017 года. К этому времени работа над созданием централизованной библиотечной системы должна быть полностью распланирована и вложена в годовой бюджет района. Игорь Хворостянов, Алексей Кузьмин, Изабелла Аксюдичева, телеканал Орленок ТВ.